Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Сегодня мы завершаем обшивку фюзеляжа нашего большого Ан-2. Остался финальный сегмент на нос модели, ну и конечно же зализы на верхнее и на нижнее крыло. Все это мы сегодня с вами должны будем сделать. Перед тем как продолжим работу с обшивкой хочу показать еще один момент, о котором в прошлом видео мы запамятовали сделать это сразу. Это проводка для навигационных огней и вообще для подсветки самолета. Во-первых, нужно вывести питание на консоли крыльев и на верхней и на нижней. На нижнем крыле посадочные фары, на верхнем крыле собственно навигационные огни. На хвост тоже нужно вывести два провода. Один пойдет на задний хвостовой огонь непосредственно на руль направления, так что провода должно быть с запасом, чтобы он мог быть гибким. Ну и второй провод идет наверх, на самую высокую точку, там будет стоять верхний маяк. Точное расположение нижнего маяка я пока найти не смог. Если кто-то знает, пишите об этом в комментариях. Но здесь уже большой проблемы вывести провод не будет, независимо от того, в каком конкретном месте провод окажется. В любом случае у нас будут лючки для сервомашинок на днище фюзеляжа и вполне возможно, что рядом с этими лючками будет и маячок где-то располагаться. Но вы протягиваете проводку на стадии установки бауденов, на стадии сборки каркаса фюзеляжа. Не повторяйте моих ошибок, чтобы потом не приходилось полдня возиться со спицами и каким-то образом умудряться протягивать эти провода уже через практически готовую модель. Ну а мы начнем работу с приклейки носовой секции обшивки. И дальше уже, пока она будет сохнуть, установим на место зализа. Как я и говорил, шпангоут нужно будет продублировать. Я здесь пока приклеил просто накладочки из пенопласта. Кто собирает модель с нами, тоже этот момент учтите. В конструкторе вот этот третий шпангоут будет также сдвоенным, дублированным, как и некоторые другие детали на этой модели. Перед тем, как клеить обшивку, ставим метки. Этот сегмент клеится сверху, поэтому меточки осевой линии размечаем здесь. Также дублируем метки на обшивке, делаем их более контрастными. Работать так будет проще. Ну и сразу советую подготовить несколько кусочков скотча, которыми закрепим обшивку для примерки. Так, в идеале передняя кромка обшивки должна приходиться на фанерный шпангоут, на фанерную мотораму. Пенопластовое кольцо остается свободным. Вот сейчас мы и проверим, получилось настолько точно подогнать обшивку или что-то придется доработать. Меточки совмещаю и кусочками скотча середину фиксирую, подтягивая верхнюю часть обшивки к шпангоутам. Дальше модель лучше перевернуть и пробуем совместить обшивку по торцам. Здесь, в общем-то, неплохо идет. Этот участок тоже закрывается отлично. Как видите, здесь обшивка заканчивается на стенках батарейного отсека. Аналогично проверим другую сторону. Да, тоже все нормально. Как видите, здесь обшивка заканчивается на стенках батарейного отсека. Больше ее продлевать смысла нет. Все равно крышка будет выполняться отдельной деталью. Ну и так как обшивка сходится нормально, можем начинать ее приклеивать. Скотч далеко можно не убирать, да и вообще не отклеивать. Первым делом, как обычно, промазываем осевую линию и верхнюю часть фюзеляжа до первого стрингера. Стрингер проклеим по всей длине и поджимаем обшивку, чтобы перенести клей. Расположение забывать не надо, как оно должно быть. То есть по фанерному шпангоуту по краю и вверх поджимаем. Переносим клей на обшивку и нужно будет подсушить. Пока подсыхает этот участок, промазываем оставшуюся часть. Здесь уже оставлять низ фюзеляжа отдельно непроклеенным пока не стоит. Все будет проклеиваться за один проход. Проклеиваем аналогично. На стыках и обшивке не забывайте, что нужно промазать в том числе и торец. Верх фюзеляжа тем временем подсыхает. Можем аккуратно приклеивать эту часть. Внимательнее смотрите по меткам. Метки совмещаем аккуратно, чтобы сдвигов потом никаких не было. Заднюю тоже нужно проконтролировать, несмотря на то, что она на скотче держится. И серединку тоже фиксируем. Дальше подклеиваем края, верхний стрингер и вот здесь аккуратно фиксируем скотчем. С таким расчетом, чтобы и с предыдущим сегментом обшивки связать и углы аккуратно совместить. И к каркасу подтягиваем. Аналогично с другой стороны. Также вот стык свели. Сразу же его скотчем фиксируем. и подтягиваем к каркасу. Вверх поджмите, проконтролируйте, чтобы обшивка не поднялась. Дальше проклеиваем борта. В первую очередь сводим стык. Торцы обшивки подтягиваем, чтобы не было зазоров. В любом случае это еще примерочная подгонка. Еще будем поднимать обшивку, чтобы подсох клей. Пока клей сохнет, поджимаем второй борт аналогично. Тоже начиная со стыка. Подтягиваем обшивку. Весь каркас нужно проконтролировать. Ну, пока сохнет клей, готовим скотч. Как обычно на этой модели, малым количеством скотча тут уже не отделаешься. Приходится готовить его много. Контролируем состояние клея и по мере готовности обшивку закрываем. Сперва стык. Поаккуратнее, поплотнее. По ходу дела фиксируем кусочками скотча. Излишки клея лучше сразу убрать, пока он свежий, пока мягкий. Потом присохшие корки отрывать будет гораздо сложнее. В обязательном порядке нужно проклеить лобовую часть обшивки. Иначе есть вот такие вот места, где обшивка может отлипать. Но подтягиваем постепенно. Именно сверху вниз идет проклейка. Заодно же обшивка выправляется, встает на положенное ей место. И конечно же контролируйте проклейку элементов каркаса. Стыки обшивки подтягиваем к стенкам батарейного отсека. И вообще вдоль всей кромки проходимся при необходимости. Второй борт проклеиваем аналогично. Здесь клей тоже уже высох достаточно хорошо. И затягивать этот момент не стоит. Лобовую секцию тоже хорошенько надо проклеить. Внутреннюю кромку тоже подтягиваем. Вот так вот лег финальный сегмент обшивки довольно-таки легко. Единственное, что не забывайте контролировать качество проклейки. В частности, вот эту часть, переднюю кромку и там, где можете увидеть все эти стыки. Если обшивка отходит, не поленитесь лишний раз поджать. Ну и кромки, кромки тоже, если это требуется, подклеиваем дополнительной полоской скотча. Вся эта часть будет закрываться фонарем кабины. Причем, частично остекление будет заходить даже на этот сегмент уже зашитый. Ну, сделать полностью прозрачный фонарь здесь сложно. А имитацию кресел поставить приборную панель, как раз здесь можно это будет сделать без проблем. Ну и сейчас начинается самое интересное и самое муторное, это приклейка зализов. Зализы здесь достаточно солидные, при этом сделаны с таким расчетом, чтобы заворачиваться на переднюю кромку крыла. Что верхний, что нижний. И перед тем, как зализ примерять, нам нужно обработать заднюю кромку. И на самом заливе, и на нижней части. Сточить наклин нужно будет параллельно задней кромке зализа и вот от этого угла. Соответственно, вот эту часть нужно будет снять наклин. Здесь аналогично, тоже параллельно задней кромке, вот этот участок подрезаем. Так лучше постепенно, не надо сразу всю ширину брать, чтобы не срезать лишнего. Доводим наждачкой до финального вида. Толщина задней кромки должна остаться небольшой, порядка полумиллиметра. Аналогично обрабатываем заднюю кромку и на нижней части зализа. Вообще здесь заднюю кромочку можно было обработать еще на стадии приклейки нижней части обшивки. Но я предпочитаю уже на модели дорабатывать, потому что тонкую кромку при приклейке, когда нужно детали поджимать, где-то скотчем потянуть, где-то что-то еще. Обработанную тонкую кромочку очень легко сорвать. Ну и здесь уже хорошо видно все размеры. Пока не приклеишь, так вот явно определить бывает сложновато. Поэтому прямо на модели, но аккуратнее, чтобы не обдирать борта. После того, как обработали, можно примерить залез, посмотреть, как он ляжет в этой части модели. Для начала вот этот хвостик, он тоже взят с запасом. Это нужно учитывать. И заводить его нужно будет под фюзеляж. Соответственно, во-первых, его нужно тоже будет снять на клин. Во-вторых, смотрим, сколько можно будет его укоротить. Довольно-таки много, миллиметров 7 можно резать сразу. Так. И вот эту часть тоже стачиваем на клин уже с верхней стороны, чтобы вот под фюзеляж заходить. Еще раз примеряем. В идеале вырезы под проушины у нас должны совпасть. Вот они как замки работают, фиксируют залез. Переднюю часть подгибаем вниз сразу. Встает плотно. Вот в этом месте, конечно, обшивочку надо чуть-чуть подработать. Стык получился не очень ровный, поэтому без доработки залез плотно не встает. Вот. Еще раз примеряем. Ну и вот уже лучше. Небольшая щелочка, но она по ходу дела проклеится. Еще и залез можно поджать маленько будет при приклейке. Все нормально, закроет. Переднюю часть зализа аккуратненько вокруг лобика нервюры заворачиваем. Просто, чтобы чуть-чуть сформовать тоже пенопласт в этом месте. Ну и пока снимем. Перед приклейкой нижнего зализа не забудьте установить крепление основных стоек шасси. Нам понадобится болт М4 длиной 45 миллиметров и, соответственно, гайки для него. Ставим с внутренней стороны. Здесь советую подложить шайбу. Ну и гаечки. Гаек нужно будет установить внутри, вот между сегментами, две штуки. Так, вторую гайку поставили. И сейчас заворачиваем полностью болт так, чтобы он вышел наружу. Под гаечки не забываем нанести капельку фиксатора резьбы. Под внутреннюю гаечку также каплю фиксатора. И поджимаем к шпангоуту также капелька фиксатора. И затягиваем контрагайку. Ну и вот теперь можно за низ приклеивать. После того, как клей схватится, после обтяжки модели, достаточно будет вырезать небольшую нишу и поставить на место стойку. Вот такая вот опора у нас получается. Ну и еще один момент, который тоже на этом этапе делается, это устанавливаем дополнительную полу-нервюру. Ну, вернее, сегмент нервюры на центральную часть, чтобы в этом месте залез у нас не провис. Приклеивается она на данном этапе так, чтобы вот эта полу-нервюра легла поверх обшивки. Нам нужно, чтобы кромка осталась снаружи фюзеляжа. Получается кромка, на которую ляжет край зализа. Ну и дальше промазываем посадочное место зализа клеем и ставим его на место. Здесь промазываем так, чтобы торец зализа к фюзеляжу прилегал, приклеивался, ну и заднюю кромку обязательно хорошенько проклейте. Далее залез устанавливаем, пропечатываем клей. Хорошенько подожмите к фюзеляжу. Все нормально. Даем клею немножко посохнуть. За это время подготовим к установке верхний залез. Его нам нужно предварительно отформовать, но у него есть такая особенность, что он должен быть в вогнутой форме. При этом передняя кромка также заворачивается наверх и желательно, чтобы лицевая плотная сторона плитки оставалась все-таки у нас наружу здесь. Поэтому, чтобы заготовку не сломать, особенно в районе вырезов, усиливаем с обратной стороны кусочками скотча. Промежуточный участок тоже на всякий случай проклеим. Ну и теперь вот эту центральную часть зализа выгибаем дугой так вот наружу. Хвостовик остается плоским. Буквально 2-3 сантиметра от заднего выреза отступаем. Остальная часть плоская. И передняя часть тоже. В этом месте будет загиб на лобик крыла, соответственно он тоже должен остаться плоским. С внешней стороны что получается. Сильно здесь клей не пересушиваем, немножко подержали и ставим на место. Так как залез нужно будет двигать. Если клей пересушим, то могут быть проблемы. Сразу же совмещаем кромки. Края поджимаем и проклеиваем по контуру. Если необходимо, подтяните скотчем, но в большинстве случаев это не потребуется. Сейчас аккуратно заворачиваем лобик зализа. С таким расчетом, чтобы болт тоже немножко вдавился в пенопласт. Поджимаем. Он потом будет виден снаружи. И это нам как раз будет необходимо. Сам лобик предварительно подфармуйте для удобства. И вот так вот он у нас заворачивается. Также, чтобы была площадь приклейки, освобождаем половину шпангоута. Здесь нагрузка небольшая, поэтому дублировать шпангоут двойной толщины делать его смысл я не вижу. Но небольшой такой выступ сделать стоит. Ну и теперь отмечаем по месту, где у нас заканчивается нижняя часть. По линеечке, по этим отметкам запас обрезаем. Кромочку с внутренней стороны немножечко подрезаем тоже на уголок. Немного, буквально пару миллиметров. И проклеиваем теперь нижнюю часть зализа. Стык, лобик нервюры. Вокруг фюзеляжа здесь тоже промазать не забываем. И аккуратненько подворачиваем. Остается зафиксировать стык скотчем. Здесь даже клей просушивать не обязательно. Просто хорошенько скотчем подтянем. Подожмем. И все, держится. Ну и теперь остается нам подогнать верхний зализ. Так, мы его отформовали. Вогнутую форму сделали. Скотч с внутренней стороны теперь снимаем. И точно так же обрабатываем задние кромочки. Здесь кромочка поменьше, поэтому лучше всего ориентироваться на фюзеляж. Тоже так же параллельно будем подрезать. Как видите, ширина здесь около сантиметра. Примерно такой же ширины нужно будет обработать хвостовичок и на зализе. Подправляем кромочки наждачкой. Примеряем зализ по месту. Так же вот, начиная с выступов, с вырезов. Как видите, кромочку внутреннюю нужно будет сточить на клин. Ну и передняя часть на лобик. Так вот она тоже будет заворачиваться. Тоже запас тут большой. Ну пусть уж лучше он будет. В задней части тоже все нормально. И хвостовик постепенно выворачиваем в плоскость. И вот выводим на заднюю кромку. Вот сейчас внимательно смотрим, где нужно будет кромочку подточить. На данный момент это довольно хорошо видно. Вот начиная с этой точки пойдет обработка и дальше почти до самого лобика. Угол обработки здесь относительно небольшой, поэтому сразу наждачкой будем делать. Наиболее пологая часть на уровне закругления. И ближе к лобику тоже постепенно угол обработки сводим к 90 градусам. Наносим клей. Лобик будем проклеивать отдельно. Хорошенько промазываем нервюру. Ну и вот здесь вот край обшивки, где будет прилегать залез. Отсюда тоже по прямой линии назад уводим и уже самим залезом клей распределяем, как он должен быть. Поджимаем, клей разошелся. Заднюю часть тоже. Снимаем залез на подсушку и хорошенько распределяем клей там где-то необходимо. Ровным слоем, чтобы подсыхал он также равномерно. То же самое и на фюзеляже, тоже если где-то видите излишки клея, лучше сразу их хорошенько распределить. Ровным слоем расправить. Клей подсох и залез ставим на место. Тоже очень сильно старайтесь клей не пересушивать. На фанерной нервюре клей подсохнет быстрее и здесь кромочка прихватится сразу. А вот пенопласт нам нужно будет двигать, поэтому нужно чтобы клей был немножко еще податливым. Подравниваем кромку и заднюю часть тоже аккуратненько сводим вместе. И здесь кромочку поровнее выставляем. Ну вот, залез на месте. Опять же, если требуется, если клей был немножко недосушен, местами можно прихватить скотчем. В нашем случае держится все и так. Ну и остается нам подогнать стык по передней кромке. Здесь проще всего будет просто аккуратненько завести край нижней части зализа и поджать его к углу верхней обшивки. По отпечатку аккуратно обрезаем и еще раз проверяем. Внутреннюю кромочку тоже надо будет слегка на угол снять. Вот так вот. И все отлично. Наносим клей. И полоской скотча эту часть зализа прихватываем. Хорошенько с натяжкой. Вверх вот так закрепляем. Все неровности, которые остались за габаритами нервюры после высыхания клея подшлифуем, подрежем и все будет ровно и красиво. Ну а на этом обшивка фюзеляжа Н2 завершена. Согласитесь, работа, конечно, тут непростая и нужно где-то подумать, как поаккуратнее приклеить. Но, тем не менее, все равно эта обшивка получилась гораздо проще, чем на предыдущей версии. Ну и самое главное, в этой модели, кроме фанеры и пенолиста, других материалов не используется. Несмотря на то, что размеры самолета уже довольно солидные, два метра размах. Но материалы используются те же самые. Ничего нового, ничего дополнительного здесь не требуется. Ну а если и требуется, то совсем немного. Ну и, конечно, я понимаю наших новичков, начинающих моделистов. Вот когда смотришь на такую модель, руки чешутся, взяться собрать такой самолет. Но, ребята, подумайте 10 раз. Модель непростая. Здесь достаточно много материала используется, достаточно дорогая электроника. Ну а самое главное, она требует уже опытных рук. Есть гораздо более простые модели, из которых может начинать практически любой новичок. И моделью склеит, и летать в ней научится. Ну а этот самолет уже требует опыта и требует того, чтобы вы знали, как работать с материалом, как его подогнать, как согнуть аккуратно этот пенопласт, чтобы он не сломался. Я, конечно, стараюсь подробно показывать все эти моменты, но, тем не менее, без опыта, без наработанных навыков, такую модель собрать практически невозможно. Поэтому не обращайте себе удовольствие от работы, начинайте свой путь в моделировании с более простых моделей. Ну а на сегодня все. Фюзеляж N2 мы с вами завершили. И следующий этап будет сборка хвостового оперения. Как я уже говорил, оно тоже здесь не совсем обычное. Кроме того, что хвостовое оперение будет также по наборной технологии делаться, здесь будет еще и разъемный стабилизатор. Как это будет все собираться, как будет крепиться, посмотрим дальше по ходу дела. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про другие наши ресурсы, про социальные сети, про группу ВКонтакте, она самая активная. Форум также для вас работает постоянно. Ну и, конечно же, ждем продолжения проекта N2 с разбахом 2 метра. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.